Беседа, сказанная в Константинополе, в Великой Церкви, после того, как другой сказал слово при немногочисленном собрании на слова «Не бойся, когда богатеет человек, я милостен», вероятно, в 400-м году по рождестве Христовым. Невелик плод красноречивого проповедника, но зрел. Тонкая струна, но важен звук. Немного слов, но драгоценные мысли. В самом деле он и ободрил похвалами весь народ, возбудив слушателях большое усердие хвалебными словами, и, указав виновника земледели, вознес ему песнопение и благодарение по апостольской заповеди, окончив речь словословием. Если же он сократил трапезу, то сделал это не по бедности, а по смиренно мудрию. Окончил речь не потому, чтобы не мог говорить больше, но предоставил нам предложить наставление. Итак, освободившись от бури, бывших смятений, очистен слух как бы некоторыми речными потоками, чтением писаний. Так поступают и мореплаватели, когда они, избавившись от бури и переплыв в широкое море, достигают тихой пристани, то, спустив паруса, оставив весла и, сошедшись с корабля, подкрепляют свое тело омовением, пищей, питьем, сном и отдыхом, чтобы сделать его способнейшим к дальнейшему мореплаванию. Будем и мы подражать, и мы, избавившись от недавно бывшего смятения, беспокойства, волнения, введем нашу душу как бы в некоторую спокойную пристань, в чтение писаний. Упражнение в божественных писаниях есть безмятежная пристань, нерушимая стена, непоколебимая крепость, неотъемлемая слава, несокрушимое оружие, невозмутимое благополучие, постоянное удовольствие и всякое добро, какое только может представить. Оно прогоняет уныние, сохраняет благодушие, бедного делает богаче богатых, богатым доставляет безопасность, грешника делает праведным, праведного поставляет в безопасном убежище, исторгает существующее зло, насаждает несуществовавшее добро, прогоняет злобу, возвращает к добродетели, и не только возвращает, но и укореняет ее, и делает постоянную, составляет духовное врачевство и некоторую божественную и неизреченную песень, умерщвляющие страсти. Оно исторгает тернии грехов, очищает ниву, сеет семена благочестия и доводит плод до зрелости. Не будем же не родить о таких благах, не будем удаляться от собраний, но станем приходить сюда постоянно, чтобы постоянно получать врачевство, и чтобы никто не мучился завистью, видя богатого, и не тяготился своей бедностью. Но познав истинные свойства вещей, пусть каждый убегает от тени и держится истинной. Тень, хотя иногда и кажется больше тела, но она тень. Она не действительно больше, а только к такою кажется, и притом кажется тогда, когда мы бываем дальше от солнечного луча. Во время же полудня, когда луч падает прямо на голову, она со всех сторон уменьшается, сокращается и становится незначительной. То же можно видеть и в делах человеческих. Чем кто дальше становится от добродетели, тем большими представляются предметы настоящей жизни. А когда он поставит себя при самом блестающем свете божественных писаний, тогда увидеть суетность, скоротечность и ничтожество этих тленных предметов, и ясно убедиться, что все это нисколько не лучше речных потоков, являясь их в то же время исчезая. Поэтому пророк, рассуждая любомудро и желая исправить людей малодушных, жалких, пресмыкающихся по земле, гонящихся за великолепием богатства, боящихся и трепещущих перед теми, которые изобилуют этими предметами, равно и нас удерживает от такого иступления и научает презрению к ним, как вещам ничтожным, сказал «Не бойся, когда богатеет человек и когда умножается слава дома его, ибо когда умрет, то не возьмет все». Видишь ли точность его выражения и яснейшее развлечение предметов? Он не сказал «Когда умножается слава его, но слава дома его», показывая, что иное слава человека, иное слава дома. Что же такое слава человека и что слава дома? Нужно верно различать это, чтобы не принимать сновидений за истину. Славу дома составляют портики, галереи, золотая кровля, полукрашенные драгоценными камнями, луга, сады, толпы, слуг, богатая мебель, из которых ничто не относится к человеку. А слава человека, правая вера, ревность по Боге, любовь, кротость, смирение, усердие в молитвах, любомудрие, милостыне, целомудрие, умеренность и все прочее видит добродетели. А что это действительно так, ты можешь убедиться из того, что собравший богатство не получает от него себе славы, и никто не называется добрым, потому что он имеет прекрасный дом, или сад, или луг, или множество слуг, или дорогие одежды. Все похвалы относятся к имуществу, а не переносятся на владельца. Мы удивляемся дому, саду, лугу и красоте одежды. Но этим восхваляется искусство сделавших, а не добродетель владеющих. И даже напротив, это служит доказательством нечестия последних. 576. Богатство по свойству своему не только не придают славы обладающим ими, но совершенно уничтожают ее. Тех, которые хвалятся их обилием, все признают людьми жестокими, бесчеловечными, негодными и чуждыми любомудрия. Это слава не человека, как я сказал, но дома. Тех же, которые живут в целомудре, умеренности, кротости, смирении и с усердием служат Богу, мы отвечаем, хвалим, превозносим, потому что в этом преимущественно состоит слава человека. Зная это, не почитайте счастливым того, кто владеет в изобилии этими вещами, не имеющими с ним ничего общего. Если ты увидишь человека, сидящего на колеснице, надменного, гордого, поднимающегося до облаков, но на самом деле это невозможно, но душевным помыслом, или лучше бессмыслием, то не называй его славным, высоким и великим. Высоким делает человека не кони, везущие колесницу, а высота добродетели, возносящая до сподов небесных. Если увидишь другого, сидящего на коне, сопровождаемого множеством жезлоносцев, разгоняющих перед ним народ на площади, не ублажая его за это, но вперед узнай его душу, и тогда составляя нам мнение, соответственное ее качествам. А то, что мы видим ныне, достойно смеха. Для чего, скажи мне, ты разгоняешь народ на площади? Для чего толкаешь встречающихся и, будучи сам человеком, гонишь человека? Какая гордость! Какое безумие! Не сделался ли ты волком или львом, что при входе в город всех обращаешь в бегство? Но и волк никогда не прогоняет волка, и лев, и льва. Напротив, они живут вместе, уважая единство природы. А ты, кроме природы, имеющая многие другие побуждения, кротость, смирение и сравнение себя с другими людьми, Для чего становишься свирепей этих зверей, и ради бессловесного животного оказываешь презрение к существам разумным? Господь твой возвел человека на небо, а ты не разделяешь с ним и площади? Что я говорю? На небо. Господь посадил его на царский престол, а ты выгоняешь его даже из города. Для чего у тебя золотая узда украшающая коня? Какое ты можешь иметь оправдание или какое прощение, когда бессловесное животное, которое не чувствует оказываемой ему чести, ты украшаешь сверхнужды? Ведь для него одно и то же, как золото, так и свинец. А видя Христа, изнуряемого голодом, не доставляешь ему даже необходимой пищи. И почему ты, будучи сам человеком, не хочешь сообщаться с людьми, но ищешь пустыни среди городов, не думаешь, что Господь твой вкушал пищу с мытарями, беседовал с блудницей, распялся с разбойниками и обращался между людьми, но, предаваясь гордости и надменности, перестаешь быть человеком? Отсюда у нас великое нерадение о милостыне, отсюда страсть к стяжанию, отсюда жестокость и бесчеловечие. Когда ты надеваешь золотую узду на коня, золотое жерелье на слугу, золотую оправу на камень, золотые ремни на себя, золотую одежду, золотой пояс, золотую обувь, и столько налагаешь на себя потребности невоздержания, чтобы удовлетворить ненасытную страсть и доставить пищу самому свирепому зверю, то есть сребролюбию. Тогда ты обнажаешь сирот, обижаешь вдовиц и являешься общим врагом всех, проводя суетную жизнь и избирая путь, не ведущий ни к чему доброму. Для чего тебе хочется украшать иноплеменного раба своего золотою одеждою? Какая отсюда прибыль? Какая польза для души? Какая выгода для тела? Какое приобретение для дома? Напротив, это напрасная трата, безрассудная расточительность. Предмет роскоши, знак нечестия, повод к пустой и распутной жизни, распление души, путь, ведущий к бесчисленному множеству зол. А ложи, обложенные серебром и украшенные золотом, подножные скамейки и горшки, сделанные из тех же металлов, и множество таких смешных вещей, могут ли способствовать к исправлению твоей жизни? Улучшили ли они тебя или твою жену, или кого-нибудь из твоих домашних? Не от этого ли множество разбойников и воров? Не от этого ли беглые рабы? Когда они видят везде блестящее серебро, то в них развивается порог воровства. Если в тебе, человеком, в человеке свободном и гордящемся своим благородством, блестящее на площади серебро возбуждает пожелания, то тем более в рабе. Говорю, это не для того, чтобы оправдывать беглых рабов и подобных преступников, но чтобы убедить вас не доставлять пищи таким их болезням. Но скажешь, куда же скрыть богатство? Неужели зарыть землю? Нет, но если ты хочешь послушать моего совета, то я покажу тебе способ, которым ты можешь сделать этого беглого раба верным. 578 Богатство есть беглый раб, перебегающий сегодня к одному, завтра к другому. И не только оно само есть беглый раб, но обращает таких же рабов и людей, делая часто беглецами, сохраняющих его. Как же можно удержать этого беглеца? Противоположно тому, как поступает с другими беглецами. Другие удерживаются, когда их сперегут, а оно убегает, когда сберегается, и удерживается, когда разделяется. Если сказанное кажется тебе странным, то научись от земледельцев. Если они оставляют пшеницу дома и закапывают, то отдают ее моли и червям и губят. А если разбрасывают по нивам, то они не только сохраняют ее, но и умножают. Так и богатство, остающееся в сундуках, за дверями и запорами, или зарываемое в землю, скоро убегает. Если же ты расточишь его на бедных, как земледелец бросает пшеницу на ниву, то оно не только не убежит, но еще увеличится. И так, зная это, не отдавай его слуге, но раздаешь бесчисленное множество рук, в руки вдов и сирот, убогих, заключенных в темнице. Находясь в таких руках, оно не может убежать, но удерживается твердо и увеличивается. Но скажешь, что же я оставлю детям? Я не заставляю тебя раздавать все. А если и все раздашь, то тем более богатыми сделаешь детей своих, оставив им вместо денег милостивого Бога, благие плоды милосердия и между людьми множество покровителей и благодетелей. Как людей коростолюбивых мы ненавидим, хотя бы сами не потерпели от них вреда, так милосердых, хотя бы мы сами не получили от них никакой милости, уважаем и любим. И не только их, но и детей их. Представь же, какая честь видеть детей любимыми множеством людей и слышать, как и все говорят, когда богатство употреблено на пропитание бедных. Это сын человека любивого, это сын милостивого. Между тем, ты вещь бесчувственную украшаешь тщетно и напрасно, потому что камень остается бесчувственным, сколько бы ты не положил в него таланта в золото. А тому, кто чувствует, изнуряется голодом, не хочешь подать даже необходимой пищи. Но когда откроется страшное судилище, потекут огненные реки и потребуется от нас отчет в делах наших, тогда что скажешь ты в оправдании такого небрежения, такого безумия, жестокости и бесчеловечия? Какое, представишь, основательное извинение? Каждый из прочих людей имеет какую-нибудь цель и основание своей деятельности. Земледелец, если потребуешь от него отчета, скажет, для чего он запрягал валов, проводил борозы, тащил плуг. Купец скажет, для чего он вел корабль по морю, нанимал работников, тратил деньги. Строитель, сапожник, медник, хлебопекарь, и каждый из этих ремесленников покажет основание и причину своих действий. А ты, украшая ложе свое серебром, позвлащая коня и камень, приготовляя такие же кожи, если потребовать от тебя отчета и основания, какую представишь причину? Какое скажешь основание? Разве сон бывает приятнее в таком ложе? Не можешь сказать этого. Напротив, если сказать нечто неожиданное, бывает даже неприятнее, потому что там больше забот и сильнее беспокойства. Здание разве делается безопаснее от золота? Нет. Разве конь бывает лучше от такой узды или слуга от такой одежды? В этом случае бывает все напротив. Для чего же вы показываете такое невежество во всем этом? Вы, конечно, скажете, что через это приобретаете себе большую славу. Но разве вы не слышали в начале нашей беседы, что все это не слава человека, а напротив бесчестия его, бесславия, осуждения и унижения? Отсюда приходит зависть, клевета и бесчисленное множество зол. И чем огромнее стяжание, тем продолжительнее осуждение. Эти обширные и великолепные домы, и по смерти владельцев громко говорят против них, как самые злые обвинители. Тело их предано земле. Но вид зданий не позволяет, чтобы вместе с телом была погребена и память об их любостяжании. Каждый прохожий при сгаде на высоту и величии обширного и великолепного дома скажет себе или ближнему, «Сколько слез стоило построение этого дома! Сколько ограблено сирот! Сколько обижено вдов! Сколько людей лишено платы!» Таким образом, для тебя выходит противное. Ты желал приобрести славу при жизни, но и по окончании жизни не избавляешься от обвинителей. И как медный столб этот дом передает твое имя и заставляет даже тех, которые не видели тебя при жизни, осыпать тебя бесчисленными укоризнами. Итак, если чрезмерное честолюбие не приносит даже и такой пользы, то будем убегать, возлюбленные, будем убегать от этой болезни, и не будем свирепи и бессловесных животных. У них все общие земля, источники, пастбища, горы, леса, и ни одно из них не имеет больше другого. А ты, человек, кратчайшее животное, делаешься свирепи и звери, заключая в одном своем доме пропитание тысячи и даже многих тысяч бедных, между тем, как у нас одна общая природа и многое другое, кроме природы. Общее небо, солнце, луна, хор, звезд, воздух, море, огонь, вода, земля, жизнь, смерть, юность, старость, болезнь, здоровье, потребность пищи и одежды. Также общее и духовное благо, священная трапеза, тело Господа, честная кровь Его, обетование Царствия, баня Возрождения, очищение грехов, правда, освящение, искупление, неизреченное благо, которых ока не видела, уха не слышала и на сердце человеку не приходило. Поэтому не безумно ли тем, которые имеют между собой столько общего и природу, и благодать, и обетование, и законы, быть так пристрастными к богатству, не соблюдать и в этом равенство, но превосходить свирепость зверей, и при том тогда, как предстоит необходимость скоро оставить все это. И не только оставить, но и подвергнуться из-за этого крайней опасности. Смерть отторгает от наслаждения земными благами, и затем приводит к отчету и вечным мучениям. И так, чтобы с нами не случилось этого, будем творить щедрую милостыню. Она царица добродетелей. Она будет с дерзновением ходатайствовать там и избавит от наказания мучения. Так что никто не остановит того, кто с нею восходит на небо. Легкие ее крылья, велика сила ее ходатайства. Она достигает до самого царского престола и безопасно возносит туда своих питомцев. Молитвы твои, сказал ангел Корнили, милостыни твои взошли на память пред Бога. Почему и нам не взойти на эту высоту, отказавшись от неуместного любостяжания, от бесполезной роскоши и тщеславия? Сделаем же излишние вещи полезными для нас, раздав свое великое богатство и вручив его деснице судьи, который может сохранить его в безопасности. И за это в день суда будет кроток и милостив к нам, и хотя бы мы совершили тысячи грехов, подаст нам прощение и оправдание, которого досподобимся всем и благодатью человеколюбим Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.